Это поиск узких мест в бизнес-процессах и разработка метрик для управления процессами. То есть такая тема не очень популярная для некоммерческого сектора, но крайне популярная и должна быть для руководителей. И я с огромным удовольствием передаю слово Марине Хохловой, бизнес-аналитику, системному программисту, математику. Марина, сразу приношу извинения, что мы чуток подукрали у вас времени, но мы вам его добавим. И очень рады знакомству. И честно говорим, тема такая, к которой не знаем, с какой стороны подступиться. Очень надеемся на вашу помощь. Поэтому вам слово. Да, я надеюсь, что я помогу, потому что действительно тема достаточно сложная. И, как вы уже говорили вначале, так как я не из вашей области, мне приятно, что не только я не из вашей области. И мне крайне непонятно, на самом деле, как у вас все это делается. Поэтому очень много думала по тому, как совместить вообще некоммерческие организации и метрики, которые, в принципе, в основном в предприятиях, в компаниях измеряют эффективность через ROI, через метрики продукта. То есть это все достаточно измеримое, понятное в деньгах, если как бы одним словом. И для того, чтобы хоть как-то связать те наработки, которые у меня есть, они в основном в сфере IT, какие-то мои наблюдения, исследовательские моменты. Это в основном IT-разработка. Ну, это чтобы вам было там понятно, в какой области я в основном кручусь. Но в конце концов я подумала, что мы же все живем в рыночном мире, и понятно, что в любом случае это будут деньги, но есть еще очень большая связь, которая помогает говорить, в принципе, на одном языке. И если вы до этого не представляли, то мне очень важно, чтобы вы тоже увидели это так, как вижу я. Вы несете ценность. То есть в чем эта ценность измеряется? В деньгах, в действиях. Предыдущие все выступления они говорили о ценностях и о том, вот в том числе и ваша Марина, о том, у кого какие ценности. И не важно, для кого они какие, важно их мерить. То есть их всех можно измерять, в том числе и удовлетворенность, в том числе и свою самооценку и так далее. Некоторые, конечно, измерить намного сложнее, гораздо проще в деньгах, но давайте все-таки попробуем. Так, демонстрацию я не включила. Сейчас, секундочку. Видно ли экран? Сейчас загружается. Видно, только развернуть на экран надо. Так. Сейчас, еще не включилась пока. У меня просто немножко много экранчиков. Пока не включилась. Попробуйте еще раз запустить. Давайте, может, не тот экран просто. Я, может, когда его разворачиваю. А вот попробуйте вот внизу. Внизу есть, на нижней панельке, есть такой, этот самый, вот крайний значок, такой экранчик со стрелочкой. Может быть, вот так вот? А, нет, нет, это не то. Крайний экранчик. Вот внизу нижняя панелька, где написано слайд один. А вот, и вот двигайтесь к линейке прокрутки. Там есть такая… Нет, я уже запустила слайд, просто он, видимо, вам не показывался почему-то. Давайте попробуем. Почему-то не разворачивается у нас. Вот так попробуем с экрана. Так, я бы хотела еще, если вас не затруднит для того, чтобы получать свою ценность, буду очень рада, если вы будете писать в чат, какие-то отвечать на вопросы мои и, ну, вопросы тоже с удовольствием послушаю, потому что мне важно от этого мероприятия вообще понять, кто вы, что. Это совершенно абсолютно для меня новый мир, который, конечно, интересно изучить. Мы будем стараться писать. Хорошо, спасибо. Есть ли кто-то здесь среди слушателей, которые в ваших организациях с самого начала, то есть видели, как оно зарождалось с одной идеей, с одного человека? Если вот есть такие люди, напишите, пожалуйста, в чат плюсики. Вот, мне в чат, правда, не видно, но вижу, что-то появляется, потом посмотрю. Да, есть такие. Начинается. Супер, здорово. Я буду комментировать чат, чтобы вам было видно. Хорошо, спасибо. Начинается все с мысли, с идеи, с одного человека, который начинает действовать, начинает двигаться и начинает достигать каких-то результатов. Начинается все, любой процесс, любой проект, начинается с охоты. Охота что-то делать, охота что-то изменить. И когда эта охота вырастает до таких масштабов, что человек уже понимает, что у него наступают вот эти вот ограничения, потому что все мы все-таки люди, и у нас есть тело, и оно ограничено. В мыслях не ограничены все, а в теле, и в действиях, и в реализации, в притворении этого мира у нас есть ограничения. Тогда человеку, как он становится руководителем, ему нужны еще люди, он начинает заимствовать вот эту силу, вот эти действия у других людей, у своей команды. И, соответственно, получается у верхнего красного человечка у нас, у него заемная сила тех людей, которые снизу. Соответственно, взамен заемной этой силы он их предоставляет им вот свои какие-то ценности. Раз ты силу занимаешь у кого-то, ты должен что-то возвращать. И таким образом выстраивается структура организации. Сначала это там три человека, потом понимает, что не справляются, нанимают еще люди, еще, еще и еще, и, соответственно, возникает команда. Когда возникает команда, и человек становится руководителем, ему, даже если он начинал сначала, уже достаточно сложно понимать и контролировать, что там происходит внизу. Да, вот мы набрали команду, и, соответственно, для того, чтобы как-то координироваться, нужно идти в одну сторону, а иначе будет как лебедь, рак и щука, понимаете, да? И в первую очередь, с чего нужно начинать улучшение своих бизнес-процессов, да, хорошо, если вы с нуля пошли и сразу правильно, но обычно это не так. Обычно мы все делаем, обычно это тушение пожаров, и как показывает мой опыт там работы в разных организациях, здесь горит, тут тушим, здесь горит, тут тушим. И на этом двигается команда, куда-то катимся, куда-то бежим, что-то получили, хорошо. Но определение целей и критериев, это очень важно, если вы хотите двигаться эффективно, и вы хотите прийти к какому-то результату. Если всем не важно, куда бежать, то куда-то вы в любом случае прибежите, и какой-то результат будете иметь. Но без определения целей, вы и без, как раз-таки о том говорил, о чем предыдущий спикер говорил, без тем, чтобы делиться этими целями с вашей командой, вы к одной цели никогда не придете. И, соответственно, никакие инструменты вам не помогут, если вы не знаете, куда их применять. Но они есть и есть. Собрали команду, определили цели. Давайте разберемся немножечко с понятиями. Очень часто неверные термины дают неверные результаты. Я сейчас немножечко углубимся в теорию. Бизнес-процессы и функции. Вот когда человек вот эту силу свою начинает распространять на других участников, да, и вместе с ними достигает цели, что это напоминает? Это напоминает поток. Поток силы, поток энергии, да, который проходит через всех участников, и вот на входе она у нас входит, и на выходе получается какой-то результат. И вот это и есть бизнес-процесс. Когда вы не понимаете, что делать, как бы куда ориентироваться, ориентируйтесь на знакомые вам образы. Это река. Ваш бизнес, ваши действия – это вот бизнес-процесс в виде течения определенного реки. У него есть пороги, у него есть сопротивления, у него есть развилки, есть тот рельеф, на котором вам приходится существовать. Когда вы используете этот знакомый образ, ваш разум сразу подскажет вам, какие действия применять, потому что все мы ориентируемся в этой жизни по образу и по аналогии. Если бы мы не умели проводить какие-то аналогии, мы бы, наверное, не выжили в этом мире и не смогли бы развиться до того момента, как мы есть сейчас. Так вот, бизнес-процесс, если возвращаемся к теории, это разные виды деятельности, но они ведут от начала и до конца. Есть тюсти и литники, есть там, где она впадает в море. Вот это вот и есть бизнес-процесс, который вы выстраиваете. А функции – это элементики вот этого бизнес-процесса. Их можно доточить, можно как-то улучшить, можно заменить. Функции бывают разные. Это могут быть люди, это могут быть подпроцессы. Но это как небольшие составляющие. То есть, понимая, в принципе, даже это, вам уже будет гораздо проще разбираться в том, что вокруг вас происходит. Потому что очень теории много, она всем известна, она очень очевидна. Но как это применять действие, обычно непонятно. И вот. Всем знакома, наверное, игра. Кто в такую игру когда-нибудь играл, любит эту игру. Я обожаю эту игру с детства. Наверное, она и определила мое направление. Это выстраивание вот этого бизнес-процесса. Маленькие элементы труб, которые вы составляете, подставляете, помогают вашему потоку действий привести к нужному результату. И очень важно, чтобы вы понимали, с чего вы начинаете. И куда в итоге должно все выходить. Основная ошибка, что, ладно, если где она начинается, еще всем понятно. То в какую трубу она должна выходить на выходе, непонятно никому. Или, понятно, одному человеку. И вот часть команды у вас в верхнюю трубу все организовывает, часть в среднюю, часть в нижнюю. Определите четко ваши цели и направление, куда вы движете. Транслируйте его на свою команду. Что нам поможет с этими целями определиться. Давайте вот сейчас вот на скидку, насколько я понимаю, здесь все руководители. Напишите, пожалуйста, в чат, сколько целей у вас сейчас. Просто не думая цифры в чат, сколько целей в вашей компании сейчас. Ближайших. Ну или стратегических. Вообще просто есть такая тактика. Первый ответ, который приходит в голову, он и есть правильный. Вот сколько целей у вас сейчас в вашей компании. Марин, подскажите, сколько там, какие цифры идут. У всех пока по три. Вот три, три, две. Две, одна. О, вообще шикарно. Одна. Десять ни у кого нету. Отлично, замечательно. Да, расскажу немножечко о цифрах. Так как я математик, мне это очень важно. И нужно понимать, что сколько, вот как говорится, мерить в граммах. Откуда все это берется и почему, я думаю, вы как руководители, тем более существующие, выжившие, значит, вы понимаете, что сразу нескольких целей достигать невозможно. Можно достигать двух целей, если у вас есть хороший руководитель, вы ему там, ну, помощник, да, там, вы ему делегировали одну цель, сами идете в другую, вы организуете команду. Руководитель не может достигать сразу нескольких целей одновременно. И вот чтобы понять, какая у вас сейчас цель, и определить наиближайшую и на важнейшую, вот есть небольшие такие помощники, да. Цели у нас делятся на внешние, то есть это те, которые вот в итоге, ну, на выходе вот этого вот потока определяют выход этого потока. И, как я вот скажу чуть попозже, они есть внутренние. Вот, а внешние цели определить, что вам нужно сейчас, очень даже просто. Мы живем всего лишь в трехмерном мире, и что мы можем измерять, не так уж и много. Результативность бизнес-процесса – это такая абстрактная метрика, которая говорит о том, насколько достигаете вы, грубо говоря, цели, или нет, или там, насколько не достигаете. Ну, она такая дискретная, что ли, по каждому там проекту, она высчитывается отдельно. Стоимость бизнес-процесса – тоже, в принципе, все могут посчитать, что вы делаете, сколько это стоит, не составит сложности определить это в цифрах. Время бизнес-процесса – да, то время, которое вы достигаете от начала до конца, определенного, до получения определенного финала результата, то есть обязательно получения результата. И качество бизнес-процесса – это, скорее, зависимая, там, более такая абстрактная метрика. Качество бизнес-процесса, как вы будете оценивать, зависит от бизнеса и так далее. Тоже, ну, методы и способы – это можно, конечно, обсудить отдельно. Там тоже много интересного. Но сейчас просто определимся, как понять, что у вас сейчас есть. Когда вы определитесь, что вы конкретно сейчас меряете, в какую сторону двигаетесь в текущий момент. То есть вы настроили один бизнес-процесс, у вас там все стало хорошо, вы можете перейти к другой. Это не обязательно, что цель, она там одна от начала и до конца, там, всех времен. Но в данный момент ваш корабль в зависимости от ветра движется там туда или сюда. Вот тоже всем известный треугольник, да, который может понять в хорошей организации время, стоимость, объем работ, качество. То есть это вот треугольник, который должен быть равносторонний. Если вы видите, не можете определиться с целями, не можете понять, какая из них приоритетнее, ориентируйтесь на треугольник. Представьте себе время, стоимость, объем работ, который у вас идет, и поймите, какая у вас сторон сейчас негармонична по отношению к другим. И, значит, в этой области лежат те метрики, которые не нуждаются в вашем внимании, в вашем управлении, подключении и отстройке бизнес-процессов. И внутренние цели совершенствования бизнес-процессов, они как раз-таки и настроены на то, чтобы понять, что же внутри вашего вот этого трубопровода творится не так, где у вас неправильно повернута деталька. Она помогает исследовать внутренние показатели, чтобы выстроить этот поток наиболее гладко. Поплыли. Собрали команду, настроили, и вот наш корабль, который готов двигаться. Это, кстати, кликер Катисарк, самый быстроходный, очень легендарный корабль. Обожаю его. Какой первый вопрос вы задаете, когда очутаетесь? Получились на корабле, да, там, ну, либо где камбус, либо куда плывем? Надеюсь, все-таки куда плывем. Для того, чтобы понять, как вот с этими метриками мы все-таки работаем, для того, чтобы понимать, изменились у нас стороны, не изменились, качественные ли внесенные какие-то процедуры или некачественные, нужна математика. Мы живем в физическом мире, и все даже мысли, люди и так далее, они все подчиняются законам физики и законам математики. Используйте тоже это в организации своих бизнес-процессов и организации своей команды. Потому что, как известно, есть такой мем, обожаю законы физики именно из того, что их невозможно нарушить. Что бы вы ни делали, вы живете в этом мире, он описан, и можно использовать простейшие формулы даже механики, чтобы и посчитать скорость потока ваших действий. Это будет, конечно, очень условно, очень абстрактно, но это уже какие-то цифры, на которые вы можете ориентироваться и использовать быстро, здесь и прямо сейчас. Это так называемые KPI. Она оценивает результативность, можно использовать финансовые, не финансовые и декомпозировать. Сейчас, чуть позже еще... Ой, сейчас... Так. Вот, используется для того, чтобы, собственно, наш корабль, он все-таки пришел к своим результатам, а не остался где-то разрушенным или уперся в скалы. Формализует для сотрудников, показывает, где, если все это еще и визуализировать, да, там, в каких-то системах. Даже это может быть обычная Excel, не обязательно использовать какие-то... Показывает деятельность сотрудников, насколько они продуктивно или непродуктивно двигаются по вашему этому потоку, и определяет вознаграждение сотрудников. Как мы уже говорили, для того, чтобы мотивация, да, там, это, сотрудников оставалось, важно делиться с ними своими достижениями, то есть даже не своими, а достижениями компании. Вы делитесь и эмоциональными, и, естественно, там, финансовыми, чтобы сотрудники у вас хоть как-то выжили, и определяете, сколько и кому, какой кусок пирога. Это вот тоже помогает KPI и мотивация. Как, собственно, мы к этому можем прийти, да, с чего начинать, выглядит все достаточно сложно, но это используется в любых местах, в любых компаниях. Мы смотрим, что у нас сейчас есть, на каком месте мы сейчас находимся, смотрим, куда наш корабль должен прийти, да, эта модель, как должно быть в итоге. Соответственно, потом берем вот так вот две эти вещи, да, вот у нас сейчас, вот так, как я хочу, и смотрим, а как мне вот из этого прийти, там, вот в эту вот точечку. И делаем подробный-подробный план. Не хватайтесь сразу за многое. Если у вас возникает понятие сложности, чуть попозже еще к этому приду, тоже расскажу, что нужно делать. Когда мы разрабатываем модели, вы можете это делать как для всего, то есть большой стратегический, и потом передать, да, там, на более детальную разработку вашим помощникам, вашим, там, правым и левым рукам, которые у вас есть в команде. Можете подключаться, там, в какие-то эти моменты сами. Но это, естественно, это будет хуже, потому что очень важно, чтобы команда была равноправной. Вы, как руководитель, вот на нашем корабле находитесь сверху, да, и вы видите горизонт. Но вы не знаете, где у вас течь корабли, и об этом вам может сказать только тот сотрудник, который находится там, работает именно там, где-то под палубой. И очень важно вот эту коммуникацию настроить, в том числе и в показателях, потому что вы же не будете каждый раз бегать к нему под палубу и спрашивать, а что у тебя там происходит. Для этого и нужны метрики. Когда они у вас перед глазами, вы понимаете, либо у вас все в порядке, либо вам нужно спуститься и посмотреть, что же там происходит для того, чтобы вот эти данные привести обратно в чувство. По поводу сложности, как разрабатывать вот эти KPI, мы можем взять вообще одну цифру, да, там, сколько там человек пришло к нам или сколько денег мы передали. Это одна цифра, которую вы хотите достичь. Ну, я буду использовать все-таки деньги, да, там, как материальные, там, нам нужно 100 миллионов. Почему я не могу их взять прямо сейчас? Вот, вот, пошла и взяла. Наверное, что-то мешает. А как я к этому приду? И вот потихонечку-потихонечку, задавая себе эти вопросы о целях, вы получаете вот, то есть, мне нужно там то-то и то-то. А для того, чтобы вот достичь нам определенной цели, я что еще должен преодолеть? А что я должен отдать? Этот, на самом деле, тоже очень природный. Это называется фрактальность. Фрактальное устройство нашего мира позволяет нам делать такие вещи. Вот, собственно, пример фрактала. О чем он говорит? Что каждый элемент – это подобие самого себя. То есть вся вот эта большая структура, она состоит из подобных элементов. И каждый этот элемент повторяет только в большем и большем масштабе. Это к вопросу о декомпозиции задач, о декомпозиции метрик. Ну, декомпозиция – очень такое модное, популярное слово. На самом деле, это упрощение или усложнение, в зависимости от того, там, вы сверху этого дерева двигаетесь, или снизу. Изначально ваша цель превращается вот в такое планирование. И, возможно, это, естественно, только если у вас хорошая команда, потому что один человек не может, нельзя, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Используйте вашу команду, и тогда вы сможете создать такую прекрасную вещь. И в природе такое вы тоже встречали, фрактальное устройство нашего мира. Если вы сможете организовать у себя вот такую подобную систему, значит, вы выживете. Потому что этим в основном растениям и так далее, видам, которые имеют такую структуру, им многие миллионы лет. Поэтому уподобляйтесь природе, выстраивайте коммуникации, и ваше дело точно выживет в этом нашем мире. Как определиться с метриками и вообще где их можно искать? То есть в любом случае у всех у вас уже есть какие-то структуры, и начинать сначала, естественно, никто сейчас не будет. Приходится разбираться в том уже, что есть, тушить вода, жары, но надо с чего-то начинать, хотя бы за какую-то ниточку уцепиться, чтобы все это распутать. Ну и небольшие такие подсказки, да, это вот верхнего уровня какие-то метрики, большие, крупные, вот те, которые потом нужно будет передать и декомпозировать, посмотреть, что влияет на то, чтобы их создать. И нижнего уровня, это вот то, на что они разбиваются, которые приносят вам ваши сотрудники. Это может быть личные, это уже такие точечные, детальные, KPI отдельных сотрудников, их стандарты и так далее. То есть верхнего уровня у нас помогает организовать поток, нижнего уровня помогает организовать наши внутренние элементики и составить общие эти. По форме что мы можем использовать? Да, это не только цифры, это не только деньги. Это могут быть какие-то индексы, то есть соотношение чего-то, процентное соотношение, ранги. Очень хорошо используется, когда для именно сотрудников, сотрудников для команды, для выстраивания команды, определить ранг человека, повысить ранг человека. То есть опять-таки вот к вопросу о фрактальности, когда вы были маленькие, вы учились писать, вы делали сначала одну палочку, потом уже целую буковку, потом целое слово. Сейчас у вас не возникает у сотрудников вопроса, сможет он написать буковку или нет. Мы воспринимаем как норму, что человек сразу пишет текст, там ручкой или печатает, но если вспомнить, начиналось это все с элементиков. Также и сотрудники, они могут, какие-то сотрудники могут делать маленькие элементики, какие-то мыслят более сложно, более объемно, большими кусками вот этого фрактала и могут сделать больше. Но перейти из ранга в ранг можно, и в том числе вот это ранжирование сотрудников поможет вам распределить работу, соответственно, нагрузки. То есть вы будете понимать, что тот человек, которому вы это получаете, он определенного ранга, это там не ярлык, ничего, это помощь о том, что данный человек, он сможет выполнить ту задачу и тот объем работ, который вы ему делегируете, поможет вам нативнее принимать решения, не тратить на это много уровней, не зная там человека подробно, да, там с каждым человеком в компании не перезнакомишься, особенно когда их больше 500. Именно это ранжирование помогает вам правильно и грамотно распределить объемы и по вашим делам. Ну, рейтинги – это к вопросу мотивации очень, конечно, помогает, особенно азартные там, но то, что тут поаккуратнее. Рейтинги – это, собственно, отношения внутри вашей компании, кто как, кто сегодня лучше, быстрее, сильнее. Отношения и абсолютные числа. Ну, абсолютные числа, понятно, все, что можно посчитать, измерить, кто пришел, сколько ушло и так далее. Ну, и небольшие примерчики там, разработка товара, там операционные, деятельности циклов, отношения индекса и время на разработку, что мы можем измерить, время, расстояние, время в пути. И, соответственно, также возвращаемся к нашему первому, где вот были наши цели, там же и наши метрики лежат. Мы можем измерить и результативность и начать вот с этих, с освоения этих четырех метрик. Результативность бизнес-процесса, да, вы вывели свой показатель, стоимость, сколько у вас стоит бизнес-процесс либо в общем, либо тот, на который вы конкретный момент смотрите, это неважно. Время бизнес-процесса и качественные. Но чтобы это все работало, ну, не буду объяснять, понятно, чтобы это все работало, нужно понимать, что вы смотрите в одну цель, то есть почему возникают всякие сложности, да, там, потому что вы вроде как меряете одно, а метрики у вас про другое. Очень внимательно относитесь к тому, вот фрагментация бизнес-процесса, да, она как раз-таки показывает, из какого количества состоит ваш бизнес-процесс. Вернемся опять к нашим трубочкам, да, то есть фрагментация. Чем больше у вас вот этих вот элементов трубочек, тем сложнее ваши процессы и тем четче нужно смотреть, да, вы смотрите там на один квадрат или на шесть квадратов, и если вы говорите про один квадрат, то меряйте и считайте именно его. Если говорите про девять квадратов, да, там вот на данной ячейке, то меряйте, и все метрики ваши должны лежать в той же самой площади. Немножко математики. Все это можно посчитать, использовать формулы, можно использовать стандартные формулы, можно использовать даже абстрактные формулы, любое исчисление, если вы его не меняете, да, там не подгоняете цифры под факты, оно будет приносить вам результаты, и вы будете понимать, да, что бизнес-процесс поменялся или нет. Соответственно, чем больше разрывов в ваших работах и в ваших разделах, тем больше вот эта вот степень фрагментации и сложнее контролировать. У вас, получается, вот в этих разрывах будет утечка воды или, как у нас наоборот, возникают пожары, вот эти разрывы, они есть место пожара, где никто не контролирует, никто не смотрит, не передает процесс, и от этого, естественно, нужно уходить. То же самое, ну вот фрагментарность, она бывает организационная, когда некому просто передать задачу, да, там человек вроде хочет передать там ящик следующему человеку, а там никого нет, пустота, или он сам бежит, там тратит свое время, либо бросает, и тут еще хуже получается. И то же самое информационное, фрагментарность, мы живем все-таки в век информации, и очень много ее существует, много лишней, и очень много ее нужно для того, чтобы сделать что-то. Информационная фрагментарность тоже вот при выполнении работ, мы даже чаще передаем не саму работу, а информацию о том, как тот или иной сотрудник или часть работ была выполнена и передана дальше. Поэтому оценивая свои процессы, обращайте внимание на оба момента. Как можно оптимизировать, да? Ну, тут небольшой такой процесс, вот на выходе. Чисто пример, как будет более доволен человек, который пришел там в государственное учреждение, получить какой-нибудь там, ну, тут у нас товар идет, ну, неважно, пришел он получить документ, ему нужна выписка, ему нужна справка, и либо он бежит, ему нужно подойти к менеджеру, там, подойти к бухгалтеру, там, подойти к еще какому-нибудь госслужащему, собрать 350 справок, как это у нас раньше все было, да, помните, отбежать, плюс еще эти справки заканчивают со срок годности у них, и в итоге только вот это 6 выходов, он получает один результат. Либо оптимизация, соответственно, это вот наш портал госуслуги, на котором мы просто нажимаем одну кнопочку, эта задача расходится, и на выходе я получаю один результат, тот, который мне нужно. Соответственно, когда мы говорим про ценности, давайте человеку то, что ему нужно, и постарайтесь исключить вот эти вот моменты, убрать от человека получение нескольких, чтобы он не бегал в разные стороны. Это оптимизация выхода в бизнес-процесса. Соответственно, оптимизация и критерии выберите KPI, метрик, который мы используем, что они должны. каким они должны соответствовать стандартам. Должны быть направлены на то, что вы делаете, они должны быть измеряемы, потому что то, что тоже, не помню, правда, чьи слова, но то, что мы не можем измерить, мы не можем контролировать. Вы не будете знать, как изменяется тот или иной процесс, если вы его не измерили до и после. Вы можете делать интуитивно, конечно, вы будете там где-то понимать, лучше или хуже, но контролировать вы его не сможете. Именно измеряемость позволяет управлять процессами. Доступность. Нельзя какие-то метрики, которые вы не можете получить, вы просто не собираете эти данные. Может быть, и можно было, но у вас их нет, но не используйте такие метрики, которые вам недоступны, которых у вас нет. Используйте то, что у вас есть. Простота. Вот чем проще, тем лучше. Даже обычная там какая-нибудь там скорость, время, расстояние гораздо лучше, чем интегральные какие-то вычисления, если вы не сможете там какие-то данные предоставить, и часть будет придумана. Контролируемость, управляемость. Если вы не можете влиять на какую-то метрику, допустим, вы не можете управлять государственными программами, вы не используете эту метрику в своем планировании. Это просто как внешний фактор. Также погодные явления, дождь, снег и так далее. Вы просто можете на них реагировать, но использовать их в своих метриках не можете. Ограниченное количество. Не надо обвешиваться большим количеством показателей и так далее. Тем более, если ваши там компании не очень большие, если у вас нету людей, тысячи людей, да, там, аналитиков, которые посчитали и предоставляли вам конкретные действия и так далее, то не стоит брать их большое количество. И сбалансированность. То есть они должны быть связаны между собой, они должны быть в отрыве друг от друга, они должны быть связаны и в итоге в идеале приводить вот к той цели, которую вы себе взяли, вот сочетать их и так далее. Что нам в этом поможет, что достать, вы должны понимать, то есть можете прям себе вот этот вот чек-лиц составить, какой показатель бизнес-процесса вы сейчас считаете, какая цель, то есть куда должен этот бизнес-процесс в итоге прийти или как он должен поменяться, ну, как-то его задокументировать, номер или код, да, чтобы он у вас где-то хранился, назвать его. Название дает нам тоже управление, правильно названный критерий, помогает понять, как его высчитывать не только вам, но и вашим сотрудникам. Определить и описать показатель, чтобы вот эти разночтения все-таки вообще полностью исключить. Единицы измерения обязательно, конечно, там должна быть в чем формула, как это все высчитывается и источник, откуда мы берем эти данные. Вот, в принципе, эти 8, даже, в принципе, тут избыточно, если вы используете хотя бы там 6, 5, 6 из данных показателей у вас есть, то ваша метрика будет эффективна. Ну, дальше уже организационные моменты, нужно там назначить ответственных, кто это будет делать, как это будет показываться. Марина, у нас время уходит. Время закончилось уже. Прям совсем? Да-да-да. Хорошо, давайте сейчас пробегусь буквально еще парочку слайдов. Ну, тут пример. Тут в примере верхний показатель второй, и, собственно, вот если посмотреть по этому бизнес-процессу, да, вы смотрите, можно примерно посмотреть, из чего он складывается. То есть вот у нас один показатель складывается из многого количества данных, перетекая и так далее. Это вот к вопросу сложности. Если у вас показатель очень сложный, то есть вы не понимаете, как с ним работать, это значит, у вас что-то типа такого. Не усложняйте, упрощайте, разбирайте на маленькие детальки, и любая сложная задача это просто множество, большое множество очень простых. Здесь ничего сложного нет, то здесь вот просто там стул, табуретка и так далее. Но вместе, если вот так, вы никогда не переедете. А если вы разберете это все по этим, то вы сможете сосилить любую сложную задачу. Так, это я пропущу. Это неинтересно. Это мы уже рассказали. Ну, и, в принципе, не знаю, ориентироваться, да, на ваш бизнес, на ваше течение, используя там метрики продукта, процесса и проекта, о чем это речь. То есть у вас есть то, что вы делаете, у вас есть как вы это делаете, и у вас есть, что вы делаете в конкретный момент. Вот, собственно, это три метрики, которые можно использовать в любом процессе. Очевидности. Еще один момент, о котором я хотела бы тоже очень сказать. Бойтесь очевидности. Если какие-то вам вещи кажутся очевидными, посмотрите туда еще раз. Это значит, что вы там, то, что очевидно, обычно обманно. Чем больше информации, тем лучше, да, там, что действительно имеет значение деньги и прибыль. Уходите от этих, понимайте, что конкретно нужно вам, тогда вы сможете прийти к своей цели, а не к общим целям. Ну, небольшой пример о том, как можно декомпозировать, да, какую-то сложность, какую-то задачу, которая у вас стоит, да, что-то нарушилось, проверяете все направления и пишите, что можно там поменять или измерить. На каждую из этих участков можно повесить какие-то определители, если, собственно, меняется финальный у вас, вы можете проверить, какой из показателей из метрик у вас был изначально. На самом деле, используя там буквально 5-10% исправлений, вы, как в принципе Паретта 80 на 20, вы улучшите свои показатели в разы. Ну, немножечко про инженерик не успела рассказать, да, у нас. А мы вас отдельно позовем нам рассказать. Да, я тоже подумала, что... Да, вот я думаю, что прямо вот сейчас уже просто... Уже сейчас все еще смотрят на слайды, которые вы перелистываете, думают, ой-ой-ой. Вот. Поэтому я думаю, что у нас есть такие лаборатории, где мы какую-то одну тему разбираем и практически посвящаем ей целую встречу. И если вот вы согласитесь, мы с удовольствием позовем вас на такую лабораторию для того, чтобы вот... И чтобы была возможность в диалоге поспрашивать, потому что вот у меня тоже уже тут прям вопросы-вопросы, я понимаю, что нельзя задавать, потому что времени не хватит. Меня побьют тогда. Вот. Давайте я просто закончу. У меня финальные два слайда, которые я очень долго готовила. давайте, давайте. Если все правильно вы будете делать, то, соответственно, ваш корабль со временем превратится, достигнет любых целей. О, здорово. Спасибо огромное. Марин, очень интересно и важно. И это мы, значит, вот Лена Малецкая как раз в чате пишет, что это как раз вот про наши показатели, индикаторы и уровни результатов и то, чем мы... о чем мы думаем, когда оцениваем нашу деятельность. И, конечно, это требует дополнительного обсуждения, поэтому, Марин, спасибо большое за вот ваше выступление. И, правда, мы будем очень благодарны и очень заинтересованы, если вы присоединитесь к нам на одной из наших лабораторий. Вот. И мы тогда уже поподробнее... И все слайды, которые вы сейчас быстро пролистали, мы тогда сможем обсудить. Хорошо. Ну да, надо более сузить тему, потому что охватить вот достаточно сложно. Это чисто такой обзорный был. Куда смотреться, куда... Галопом по Европам называется. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Вот в комментариях...